здравствуйте сегодня 15 марта 2022 года 7 часов 8 минут утра солнечная погода абсолютно ясное небо ни одной точки нет на небе я делаю запись этого сообщения на диктофон олимпус и на измерительный микрофон высокочувствительный фирмы фирмы denon диктофон олимпус и микрофон denon измерительный микрофон с высокой чувствительностью поэтому звук сейчас будет отличаться от того звука который я делаю при записи на свой смартфон или на мобильный или на этот самый на диктофон с другими микрофонами я почему сейчас вышел во двор и стал тут за домом чтобы ветер не задувал микрофон услышал со стороны чернигова огромное количество таких вот от звуков от взрывов чернигов начали отстреливать вот эти вот россиянские эти вояки засранцы эти паскудные никак не угомоняться и стреляли вероятнее всего что из установок типа град или аналогов и массовый ковровый обстрел чернигова был вот послушайте какие звуки весна пришла вчера пчелы у меня облетывались температура была днем плюс 8 и пчелки хорошо вылетали из ульев я из-за того что ходил в магазин за хлебом не успел снять видео с полетом пчел некогда было то есть надо было идти в магазин и я там много времени потерял вот они как раз очень хорошо утром в начале двенадцатого дня летали но в общем не получилось вчера снять облет я думаю что сегодня тоже потеплеет сейчас один градус мороза и не есть на ульях и такой небольшой ветерок дует я думаю сегодня будет тоже тепло потому что небо абсолютно безозлачная и опять пчелки будут летать послушайте какие тут звуки от птичек весну почувствовали и послушайте как взрывы там идут со стороны чернигова микрофон может быть чуть чуть ветер задувает он не защищен поролоном потому что это специальный такой микрофон я его держу от себя и направляю в сторону звука он такой довольно однонаправленный и защищая его от ветра чтобы не задувало ветра в микрофон послушайте звуки звуки и весны и звуки войны проклятой этой российской оккупантской не знаю как слышно будет диктофоне через этот микрофон на я ушами слышу отдаленные такие звуки техники которые колонны движутся это не в моем цели это гораздо дальше и слышны отдаленные звуки от грохота от обстрела по чернигову слышно как техника где-то едет далековато отсюда километров 10 может быть больше ушами то я хорошо слышал микрофон не знаю будет ли это слышно или нет в общем война не прекращается но россия она уже на последними с дыханием пытается воевать против украины и силы уже на исходе российские крупные олигархи бизнесмены они объявили о выплате большой премии денежной тому или тем кто убьет этого паскудного бункерного карлика в его этой норе километровой уральских горах или где-то еще в общем за то что либо в живом виде в арестованном состоянии или состоянии тушки мяса там того мяса значит при его весе там но килограммов пятьдесят наверное будет там полтора метра ростом этот карлик на лабутенах это мерзкое животное это создание это нелюдь конченая устроила такую варварскую садистскую войну против украины на старости лет одной ногой в гробу стоит и это падла решила в войнушку поиграть и ввергла россию состояние экономической катастрофы и на украине черт знает что вытворяет сколько людей убили эти вояки сраные россиянские и сколько всего разрушена в общем война это страшная вещь это я никогда не думал что вот доживя до пятидесяти шерсти лет я доживу и до войны а так вот нежданно негаданно с 24 февраля 2022 года с пяти часов утра но по некоторым сообщениям четырех часов утра это паскудная война началась необъявленная подло подлое коварное как фашисты напали со стороны россии белоруссии напали россиянскими этими войсками на свободную независимую украину да идет обстрел со стороны чернигова слышно не так громко как обычно далековато идет обстрел верясь не все что за черниговом бомбят прекрасная погода сейчас вот я смотрю небо ни одни единые тучки нет и днем наверное сегодня градусов до 8 до 10 температура может быть поднимется и пчелки будут летать поэтому я еще видео с пчелками сниму а сейчас тут вот и мои коты ходят вот ямпи копают писают какают проснулись в своем домике сарае который с электрообогревом они там всю ночь сидели грелись так вот поехала техника это в моем селе тут что-то загудела а вот вижу от своего дома вижу военная машина поехала через село в сторону райцентра репки расстояние до этой дороги довольно большое сейчас наверное колонна будет ехать они и вчера ездили и позавчера ездили в общем мотается туда-сюда в сторону черниговая и в мое село у них тут как бы база такая под селом под лесом стоянку такую устроили и они регулярно ездят вчера когда я ходил за хлебом магазин видел несколько колонн с этой военной техникой из моего села вот эти вот оккупанты ехали через седнев на чернигов и через репки на чернигов то есть по разным дорогам послушайте как птички поют вон синички слышно как радостно весну приветствуют птички уже за друг за другом летают кружат уже брачные танцы у них уже скоро гнездышки будут строить и откладывать яйца и птичков выращивать так что природа берет свое и скоро земля подтает и она хотя не сильно влажная снега было мало в этом году и эти российские танки смогут двигаться только по асфальтированным дорогам потому что по грунтовым дорогам они будут брюхом ползти по влажному грунту сырому после зимы и не смогут передвигаться это конечно сильно их притормозит остановит но сейчас они пока по мороженной земле ездить где хотят но в основном конечно по асфальту передвигается этот асфальт уничтожает портит его и превращает его в крошку так что мне даже на велосипеде не поездишь буду заканчивать это сообщение в общем идея понятна Чернигово обстреливается ну как и другие города и ночью многократно я слышал обстрелы со стороны Чернигова то есть даже ночью не прекращает эту паскудную войну вместо того чтобы взять и закончить никому не нужную войну и вернуться назад в Россию и заниматься строительством своей жизни так вот дурачки которые живут не своим умом а умом этого дурачка этого паскуда этого мерзавца урода морального подонка шизофреника и психопата этого карлика по бункерной крысы они живут его умом и выполняют его команды и делают то что им не надо а сами подвергают свою жизнь и здоровье опасности и в результате они в дерьме а карлик по жрет черную и красную икру килограммами и каждый день обжирается и самые изысканные продукты питания употребляет а в этот с голыми то есть с грязными жопами и с немытыми яйцами бегаете по Украине и уничтожаете украинское население россиянцы сраные паскудные татаро-монгольская орда возвращайтесь назад и не лезьте на чужую землю все будет нормально и вы будете живы и мы будем живы и будем дружить народами лет через триста наверное все таки установится более менее нормальное отношение между Россией и Украиной потому что мы долго будем помнить эту войну и наша память хорошая и значит вот это зло которое вы нам сейчас делаете мы вам долго не будем прощать слава Украине слава защитникам Украины слава героям Украины здоровья вам благополучия берегите себя и огромное вам спасибо за защиту нашей Родины удачи всего вам хорошего до свидания и до следующих выпусков моих сообщений